На вокзальной площади рядом со станцией Ульяновск-1 собрались мобилизованные жители железнодорожного района. Одних провожали родители, других – супруги вместе с детьми. В волнительный момент присутствовал и военный комиссар. В настоящее время проводится оповещение, отправка граждан, прибывающих в запасе, призванных по мобилизации. И доставляться будут в те воинские части и формирования, куда им предписано. На территории этих воинских частей они будут проходить интенсивную подготовку, огневая, боевая, тактическая подготовка. Мобилизованным присвоят статус контрактника. Вместе с ним все права, льготы, денежные довольствия и страховые выплаты. Рабочие места на гражданке для всех сохранены. Десантник Алексей Бычков почти 10 лет работал программистом. Повестка пришла, и он вернулся в ВДВ, где начинал профессиональный путь. С 1998 года поступил в военное артистское училище. После окончания проходил военную службу в 31-й воздушно-статной бригаде. Сколько лет? До 2015 года. Ну, конечно, волнительно, но, как говорится, должно быть, значит, должно. А кем на гражданке работали в это время, в промежутке? Программистом администрации города. Сложно перестроиться вообще, опять в поле вернуться, тем более уже в настоящее? Оно и несложно, главное, чтобы обучили. Родственники мужчин переживают, боятся разлуки, но военный комиссар пообещал, что новоиспеченным контрактникам можно будет пользоваться мобильной связью. Мобильная связь у них сохраняется. Просто есть небольшие ограничения, что у них телефонные аппараты без выхода в интернет. С выходом в интернет телефоны запрещены. Навещать военнослужащих тоже не запрещается. Родственникам разрешили приезжать в учебные центры. Виктория Черкова, Данил Сурков, Улправда ТВ.